Сегодня, в пятничный день, об этом очень тяжело даже говорить, если честно, но сегодня в Новой Зеландии мусульмане, наши братья, совершив дома ритуальное купание, одевшись, подготовившись на пятничный намаз, отправились на джума-намаз в Новой Зеландии в определенном квартале на две мечети произошло циничное, жестокое нападение. Людьми их назвать сложно, которые совершили это преступление. Если не они экстремисты и террористы, то я не знаю, кто еще. Это и есть террористы-экстремисты. То есть ворвались люди в мечеть и просто тупо, цинично расстреляли. По одним данным от 29, но говорят сейчас, говорит, посчитали, где-то около более 40 человек убили. Просто как в играх. Вот вы же видели игры, по-моему, страйк какая-то есть игра. Вот человек идет, там стреляет. Вот, честно говоря, было сложно отличить от этой игры жестоко, цинично, убивая и добивая, преследуя убегающих и добивая стонущих от ранений людей, этот человек убил. В двух мечетях произошло. Конечно, это их... Наших братьев это огромное счастье. В пятницу, в такой день, умереть стали шахидами. Но эти люди, как их назвать, я не знаю. Здесь все мировое сообщество называет их людьми ультраправых взглядов. Да само существование этих людей оскорбительно для человечества. Эти люди подлежат уничтожению. Но говорить, что они христианские террористы, неправильно. Но это также неправильно, когда людей называют исламскими террористами. Не имеет терроризм никакой национальности, никакой принадлежности к религии. Если кто-то под возгласы Аллаху Акбар, под возгласы Тагбира совершает убийство, который никак не сооразуется с нашей религией, называйте его просто террористом, экстремистом, но никак не исламским. Мы, мусульмане, мы как одно тело. Если где-то происходит такая трагедия, нам больно всем. Пусть Аллах смилуется над душами этих людей. А мы, мусульмане, будем двигаться дальше. У нас истинная религия, аль-хамду лилля. И наши шахиды – это только доказательство нашей правоты. Продолжение следует...